ну и начнем сегодня у нас еще раз повторюсь 11 августа 21 года традиционный вебинар для белорусов вот сегодня у нас будет состоять мероприятие из двух частей то есть первая часть это как классическая презентация быстренько пройдемся в принципе уже но есть у нас много записи на эту тему ну как бы по регламенту надо начать надо то есть проводим презентацию быстренько технологии потом больше остановимся немножко на новостях последние новости планы немножко ну и дальше там может быть какие-то будут вопросы то тоже по вопросикам пробежимся вот зовут меня новомович алексей по образованию же программист 2014 года наблюдаю за проектом в общем-то его поддерживаю морально психологически материально и так далее и так далее вот но сегодня поговорим про данный проект про проблемы современного транспорта вот но и естественно первая сама проблема которую нас всегда встает это пробки на дорогах аварийность ну и так далее ну и в принципе это придумание никого не для всех понятно данная ситуация вот пробки аварийность также проблемы есть и в грузоперевозках может быть кто-то с этим не сталкивается но те кто занимается логистикой это понятно то есть контейнер и так далее вот один из последних случаев который случился этой зимой в советском канале еще раз показал тоже важность перемещение грузоперевозок в мире вот и тоже я думаю что каждый все это все это слышали вот еще одна проблема это борьба с естественной так сказать стихией то есть дороги вроде бы сделали вот но природа она берет свое то есть где-то заметает дороги песком где-то заметает снегом где-то смывает водой вот поэтому это тоже такая одна зная одна из наверно более в любой стране казалось бы там ну не только северных вот как видим и южных вот и ну то есть эта проблема именно наземного транспорта как такового вот ну и естественно выхлопы выхлопы тут говорит принципе даже и не приходится вот нефтяные разливы выхлоп еще раз и так далее ну естественно помимо самих самих как бы негативных влияний транспорта то есть также и еще есть и негативная его моменты при его построении то что построить дорогу обычно казалось бы дорогу асфальтовой нужно там врубить лес нужно сделать подушку все это несколько слоев трамбовать то есть это очень долго дорого вот если это в горах то это естественно тоже трудоемко вот поэтому строительство разных дорог также занимает очень много ресурсов вот ну и вот были до первые такие решения в сторону надземного транспорта но надземный именно транспорт второго уровня для преодоления там всевозможных рек или гористых местностей вот и ну здесь тоже как мы видим конструкции довольно массивные вот соответственно затратные соответственно и медленные вот ну и так далее то есть это тоже проблемой которую надо решать вот это пример тоже надземного транспорта который реализован германии который кстати говоря успешно уже функционирует успешно функционирует уже ну лет на 70 там 1900 в середине прошлого века грубо говоря его запустили до лет 70 он уже функционирует успешно вот но единственное что у него оставляет желать лучшего эта скорость вот ну и на на дизайн то что тут вот видим много как бы тоже металла идет то есть это не совсем не совсем эффективно вот ну и все также знают про канатная дорогу вот про фуникулеры вот скорости здесь 20 метров в час вот ну и соответственно в современном ритме жизни который мы живем то есть 20 в этот час это очень медленно сейчас скорость должна быть ну то есть 500 километров в час это я думаю это будет соответствовать требованиям в принципе 21 века то есть вот скорости с которым бы необходимо перемещаться чтобы успевать везде вот ну и вот имея все эти проблемы перечисленные выше проблемы мы можем попытаться найти какое-то идеальное решение но принципе нам-то искать его не надо вот она уже есть это решение и она уже фактически на 80 процентов готова вот она уже запущена в беларуси мариногорке это струнная транспортная система skyway которые обладают всеми всеми исправляют все те вышеперечисленные проблемы то есть они все это красиво обходят вот и таким образом транспорт перемещается и над землей вот и он дешев в построении и он эффективен по эксплуатации вот на об этом сейчас немножко поговорим то есть в основе данной конструкции является заложена струна ну вот наподобие как как гитара то есть такая только это не совсем струна это будет пучок струн которые собраны красиво вот такие вот шесть сколько сразу три четыре семи семи штучные пучки как видим здесь да и все это заложено в струнный рельс вот и находится над землей но соответственно струна позволяет иметь большую прочность при этом она позволяет возможность для гибкости какой то есть это у нас прочность плюс гибкость плюс большое расстояние то есть очень много здесь именно позитивных моментов но и вот в итоге мы получаем вот такие вот изящные изумительные тут можно подбирать много эпитетов красивых как паутинка на небе то есть это вот такая легкая ажурная трасса которая может быть до пяти километров в длину вот но это в общем то как говорится все гениальное она просто вот если мы видели все эти массивные конструкции на на предыдущих слайдах то здесь все красиво изящно вот и это в общем то то решение которое соответствует всем принципам двадцать первого века принципы мобильности принципы там автономности перехода на электрические двигатели так далее так далее так далее вот ну и сам струнный принцип он из давно в принципе известен в антовых мостах он используется вот и просто его в меньшем масштабе поместили внутрь внутрь через а я естественно всем понятно что построить дорогу вот так вот на втором уровне намного проще чем строить ее по земле то есть по земле где-то овраги где-то и озера и что-то еще подняв трассу над землей мы имеем идеально ровную поверхность по которой можно на большой скорости перемещать транспортные средства вот но мы видим что есть несколько вариантов исполнения здесь есть прямолинейная такая вот полу жесткая и жесткая в виде фермы где снизу и сверху могут перемещаться транспортные средства но и такие вот и гибкие тоже универсальное решение где-то может быть в горах может быть и в городе то есть где угодно то есть одно из тоже качественно антинологи это универсальность то есть она применима принципе для любых климатических географических и так далее условиях это фотографии уже закатит марка наши действующие многие из вас здесь присутствует уже катались вот и не раз катались вот и были выкате на парке неоднократно вот поэтому все эти фотографии знаете вот но для новичков в общем то вы посмотрите и добро пожаловать к нам в беларусь можно все это будет вживую посмотреть вот автором является технологии антонич юницкий вот который занимается транспортом уже на протяжении всей своей жизни то есть вообще-то вся его жизнь это транспорт начиная с школьной скамьи когда он запускал ракеты с мышками в небо продолжая в студенческие годы когда он поступил в транспортный университет в тюмени сначала потом наши политехнические перевелся вот ну и дальше и покори по карьере он занимался и под патентами и изобретениями и там и в общем то немного образований и основное направление твой это транспорт от которого тестировал и на протяжении больше 40 лет принципе мы тут то что уже сейчас внедряется это тот опыт большой большой опыт который он прошел за всю свою жизнь вот ну естественно писано много монографий книг на эту тематику струнная транспортная система они у нас не только на земле но также есть еще и большие планы на космос вот так ну то есть в принципе все у нас многие знают об этом вот и многие на эту идею пришли вот и в общем то вот тоже еще одна книжка инженер одна из последних которая сейчас находится в общем доступе ее можно заказать каждому кто пожелает почитать подробнее про проект про юницкого и так далее про как он развивался то вот книжечки есть тоже в общем доступе можно их заказывать пару слов про коэффициент агрономического сопротивления ну как я думаю что и никого не для кого не секрет когда едешь на большой скорости то вот если высунуть руку вокруг окошко вот мы почувствуем большое агрономическое сопротивление вот на нашу руку вот и чем больше скорость тем больше это аэродинамическое сопротивление так вот транспорт наши капсулы которые вы видели у них аэродинамическое сопротивление она в 10 раз фактически в 10 раз меньше чем у обычного автомобиля вот это связано также как с поднятием над землей также и с идеально ровными такими плавными линиями которые позволяют делать и соответственно экономить и топлива экономить и скорость увеличить и так далее вариантов исполнения несколько 14 человек 6 человек там 28 разные разные задачи разные подвижные составы иногда раньше слайд висит вот но иногда точнее часто раньше спрашивали не упадет ли отвечали что не упадет вот есть три борды все крепко держится поддерживающие вот эти вот сколько мне еще страдать маршрутках и бедным студентам далее но пока приходится страдать до что ответить вот ну в общем по по слайду поэтому раньше спрашивали упадет не упадет ну уже как бы на на опыте проверено вот многие люди у нас уже катались нас был день был экофест по-моему 2019 году вот и за день по по моему за день перевезли около 2000 человек то есть вот вы как на парке поэтому ничто не свалилось все ездит все прекрасно работает вот но по дак но это да табличка уже такая идет в целом то есть по капитальным затратам то есть по затратам на строительство зелененькая skyway это самые низкие затраты но естественно то есть материала емкость самая низкая и металл и бетон то здесь практически это но очень мало используется по эксплуатационным расходом тоже самое минимальное потому как не надо чистить от снега от песка там еще что-то лотать дыры не надо ежегодно не надо там как-то ее за не ухаживать то есть она сверху как вот взять электростолбы да и провода но болтаются сверху там какие-то на них расходы то есть особо их не надо их за не ухаживать вот расход но надо что-то естественно делать но не так как это делается сейчас на дорогах расход энергии тоже минимальные потому как маленькие транспортные средства они естественно ну как бы чем меньше транспортных средств тем экономии то есть если взять огромный вагон там 50 тонны который везет 50 человек то получается что как бы везет поезд не не людей а вас там себя вот а здесь маленькие капсулы и они естественно но мало потребляет энергии вот пропускная способность может быть максимальной даже больше чем метро и обеспечивается за счет того что можно капсу выпускать чуть ли не каждые две секунды но две секунды это но минимальный интервал через которые могут запускаться капсулы для передвижения вот поэтому чем чаще тем больше поток можно пропускать загрязнение окружающей среды также минимальная но сейчас на это за счет применения электрических двигателей мотор колес вот ну естественно меньше потребление энергии но транспортная аварийность также минимальная только за счет того что подняли над землей вот естественно над землей уже нет ни пересечения ни с людьми ни с животными ни с какими то другими препятствиями то есть все это очень не с деревьями до столбами куда любят иногда вылетать автомобилисты вот то есть транспортная аварийность она тоже минимальная то есть по всем параметрам транспорт skyway он является так сказать идеальным транспортным решением вот но и здесь предоставлена линейка транспортных средств от двух местных до шести местных международних 12 14 местных и так далее то есть вариантов исполнения много также как и трассы могут быть универсальные точно так же и сами транспортные кабинки они тоже универсальная под разные задачи помимо пассажирских естественно есть и грузовые юникары юни уеникары юниконты вот юнитраки и так далее юнитрансы вот то есть тут тоже вся весь спектр задач которая необходимая все тоже покрывается огромное количество сертификатов патентов наград все это естественно есть можно посмотреть в музее в мариной горке также там можно посмотреть в офисе эти огромное количество дипломов то есть это за 40 лет накопилось их очень очень много это одно из зданий минске снизу чуть ниже инженерный состав дизайнеры архитекторы компоновщики там то есть это более 600 человек на сегодняшний день работает в компании вот но это это второе здание которые купили в прошлом году зимой вот девятиэтажная огромная собственности естественно то есть тут тоже но собственно здание для персонала это в по минске в шабанах производственный производственное помещение где происходит непосредственно сборка подвижного состава вот ну и в мариной горке полигон на 36 гектаров на котором в общем-то все это тестируется то здесь уже пять готовых линий и плюс 2 которые находятся в стадии строительства вот еще одна фотография да это тоже из мариной горки вот тут хороший кадр тем что он подловил фактически все транспортные средства которые были вот они у нас в общем то здесь и такой уже получает почти как сети как сеть транснет здесь уже мы видим пять линий людям может можно ходить снизу там что-то сверху ездит сюжет такой как кусочек небольшой такой взгляд вперед будущее вот как это будет у нас через какое-то количество лет вот ну и как только был построен проект в баре на горке им заинтересовались дальше то есть это конкретно в эмиратах вот и при было предложено то еще низкому сможете ли построить у нас вот он сказал что сможем без проблем построим вот и так представляете студенты завтракают дома учатся в миске а после обеда 5 дома с родителем в бресте громе да 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 с расстоянием сжимаются вот можно спокойно жить но да тут еще могут еще можно вести вести еще и онлайн обучение какой-нибудь вы не обязательно будет можно будет ездить тогда уже учиться в минск а проводить обучение в зумах например вот так что тут у нас полет фантазии может быть вот но есть тут тоже как бы определенный тренд одно одно время людей загоняют в интернет там или сами сами люди шли в интернет а потом уже хочется как-то живого общения сейчас я думаю что связь пандемии всем приходилось сидеть по комнатам по своим сейчас уже будет там через год людей желание огромное встречаться вживую вот чтобы этот компенсировать этот недостаток общения личного прямого вот поэтому все-таки транспорт он ну да для живое общение транспорт он нужен всегда то есть и человек рождается его из роддома везут на транспорте он до вот и умирает его тоже везут на определенном транспорте поэтому от рождения до самой смерти человеку транспорт нужен поэтому от этого не пойдешь и тогда надо развивать вот ну и в общем-то продолжая историю с шарджи они заинтересовались вот и это дальше низко сказал что без проблем мы сделаем и и у вас несмотря на то что у вас там жара соли песок и прочее прочее трудности вот ну вот так вот уже выглядит наш технопарк в шарже очень все красиво аккуратно со вкусом но в общем-то придраться я не знаю тут к чему можно то есть очень ну прям красиво вот ну и уже летом этим мы увидели как передвигается юникары по папа по трассе мы увидели как передвигается юникон ты пока еще вот это юникон небольшой не 40 футовый это половинка и но тем не менее большой давай довольно большой фурор уже они произвели вот и уже очень большой интерес в странах мена региона так называемого северная африка и восток ближний восток в общем то уже там большой интерес и все с нетерпением все ждут выставки в вот которая будет нас экспо 2020 дубая вот где можно будет посмотреть но об этом чуть позже поговорим и пару слов про ну про будущее вот так вот может выглядеть станция в городе то есть на втором этаже это могут быть какие-то международные линии чуть выше это может могут быть международные линии то сейчас пересадка между танцами это вот такое как бы как лифт до сели на лифт подъехали вверх и дальше поехали на надо но естественно транспортной системы можно развивать и дальше вот и транспортной системы эти могут перерасти вот такие линейные города где каждые три три километра находится станция определенная вот на этой станции могут быть в любые общественные места там рестораны какие-то кинотеатры в общем то все что угодно там гипер то есть ну любые как зона как вот сейчас любят делать бизнес-центры всевозможные развлекательные центры вот каждые три километра может быть такая башня с бизнес-центрами развлекательными и прочим а вокруг люди живут в своих частных домах ну и как лена заметила до жить где-то подгродно вот в хорошем эко доме вот пять минут он идет на эту станцию и потом с этой станции может в течение какого-то получаса добираться в минск там решать какие-то свои вопросы если надо вот и возвращаться в этот же день обратно вот ну и транспортная сеть естественно может продлеваться на десятки тысяч километров то есть допустим тоже в отличие от канатной дороге там там ограничение по длине здесь ограничения нет никакого то есть кабинка может перемещаться там от лондона до токио из токио не знаю в калифорнию вот ну и там дальше можно там бразилию хоть куда то есть это можно весь мир объединить такой сеткой дорог вот и перемещаться очень быстро комфортно по всему миру в любую точку вот ну и даст бога доживем до тех времен когда у нас не будет никаких паспортов мы будем свободно перемещаться по странам континентом ну не то что паспортов а там визы и прочих делать которые пока препятствуют вот путешествию людей по по земле ну естественно что даст технологу миру родные ближе путешествие без границ полная безопасность пути то есть чистая планета спрашивает а почему у вас там строй skyway спасай планету а в чем смыслом у тут это многовекторная такая штука то есть и выхлопа убрать и землю вернуть пассивную людям и безопасность опять же ну то есть тут много много факторов которые ну в общем-то перерождают облик земли то есть он будет более зеленый более была благоприятный для жизни вот поэтому и есть такой лозунг ну и возвращаясь уже на сегодняшний день этапы строительства у нас ну то есть все строительство внедрение так скажем транспортной нашей транспортной системы но несколько этапов разбито вот мы видим эту 40-летнюю историю здесь начиналась когда-то разработка технологии потом вот в 2000 годах было проектирование шестнадцатом строительство началось демонстрация сертификация восемнадцатый год но сейчас уже собственно 20 год уже тоже по сути внедрение внедрение еще ли написала меня уже третий раз убивает из комнаты дорога интернет пропадает а в путевой структуре скоростной интернет везде всегда да кстати говоря да то есть но транспортная сеть она получается тоже важное замечание лена сделала да что вот строя дорогу из точки а в точку б мы не только дорогу прокладываем прокладываем еще и средства коммуникации то есть туда закладывается и оптоволоконный кабель вот который приводит в ту место в ту местность интернет и электрокабель то есть который приводит ту местность электричество вот а в общем то имея электричество имея интернет и имеет дорогу можно жить в любой точке принципе мира вот и стыда спокойно и и да какая-то доставится вот и доступ к информации есть и если освещение обогрев все это тоже присутствует поэтому три компонента и можно осваивать любые территории вот ну а тоже там есть такая статистика что не более по моему двух процентов поверхности земли всего лишь освоена на сегодняшний день то есть всего лишь взять всю землю которая нас доступна только два процента они заселены людьми то есть людьми людьми вот поэтому пространство для освоения особенно в россии огромное то есть можно осваивать территории бесконечно вот все те страшилки которые нам рассказывают что там население у нас 7 миллиардов это уже критично то есть на самом деле нет то есть люди могут ну как минимум там миллиардов до 100 спокойно размножаться вот но если что надо правильно их всех расселить вот чтобы не было таких скоплений как вот москве например там где-то больших городах чтобы люди жили равномерно то есть на на своей каждой на своей территории и тогда ну естественно транспорт должен быть эффективным быстрым то чтобы люди могли перемещаться спокойно по своим делам и тогда спокойно можно 100 миллиардов человек расселить если еще каждого там человека будет у себя где-то какое-то хозяйство даже не важно просто хозяйство которого там выращивать морковку картошку то принципе вообще такие хозяйства которые бы сами себя обеспечивать поэтому и общем-то про голод тоже какой-то говорить не приходится но такое небольшое отступление на навела мысль вот но и возвращаясь в сегодняшний день у нас сейчас 20 21 год это в общем-то внедрение технологии с одной стороны и с другой стороны это еще надо будет доделать то что в принципе еще не доделано ну а именно это построить высокоскоростной трасс потому что сейчас в мариногорке у нас построен всего лишь один километр вот а нам необходимо около 20 20 25 километров чтобы протестировать эту скорость 500 километров в час потому что ну на компьютере прогнать это можно сделать эмуляцию вот но в живую протестировать все это настроить это немножко другое вот ну и второй момент достроить трассу для контейнер перевозок то есть объем инвестиций требуемых где-то в районе 100 150 миллионов долларов то есть принципе это сопоставимо с тем что уже собрано вот но и для стартапов такого уровня сумма это уже не небольшая то есть стартапы и на более ранних стадиях привлекают большая сумма чем здесь указаны поэтому я думаю что это дело времени вот и вполне может оказаться так что где-то какой-нибудь ну или арабский фонд там или не на шейх или еще кто-нибудь как только вот начнется выставка у нас в октябре то могут изъявить желание допустим выкупить остаток остаток долей например у компании и профинансировать строительство может быть такое может быть дальше мы будем продолжать по кровотному месяцу то есть принципе будет будет видно вот ну это вот по целям на 15 этап который мы принципе ожидаем я думаю что в этом году мы наверно на него перейдем вот ну и естественно есть наши строители которые строят непосредственно собирают а есть люди которые инвесторы вот ну и учитывая что проект большой вот и один какой-то инвестор проект не потянет то было принято решение собирать на проект через краудинвестинг то есть когда много инвесторов по небольшой сумме вкладывают и финансируют работы тех самых строителей дизайнеров архитекторов так далее вот которые занимаются внедрением вот ну и для естественно для людей для тех кто участвует есть разные виды пакетов то есть это но и социальные пакеты типа студента там или пенсионеры или еще какие-нибудь и так но и обычно этом более крупные для бизнесменов для домохозяек то для кого угодно то есть рассрочки есть разовые разовые вложения то есть принципе каждый человек определяется то есть той суммой на которой он готов вложить вот и получить в ответ но не не какое-то обещание там или не просто это это не не благотворительность то есть в ответ ему предоставляется доля доля в компании вот ну естественно согласно вот возьмем допустим вот верхняя строчка у нас рассрочка на 50 тысяч долларов вот человек получает 2300 долей вот ну и дисконт естественно его пакет это 40 46 вот это получается рассрочка на 10 тысяч долларов в месяц то есть такие пакеты то есть есть пакеты самый нижний мы видим на 50 долларов в месяц поэтому в зависимости от бюджета человека можно выбрать комфортный ему вход ну и еще раз по пару слов почему выгодно поддерживать проект ну это потенциально очень хороший проект решает очень много больших проблем которые накопились вот ну и как у нас пришел сейчас голову этот ричард брэнсон который берите алю я обожаю проблемы вот потому что когда ее решаешь что то на решение проблем можно очень хорошо заработать вот так и здесь вот когда отправил проект мы вышепечисленные проблемы мы решаем каким-то решением красивым то естественно проект вам за счет этого может очень хорошо выстрелить и но и заработать какой-то капитал вот пожизненные дивиденды то есть транспорт он построен он будет работать год два три пять десять то есть там гарантию низкий говорим что можно дать даже до до 100 лет на металлоконструкции вот поэтому тут дивиденды детям внукам так далее и уже есть случаи в истории когда такое было там с тем же панамским каналом когда внуки до сих пор получают дивиденды вот юридическая защита тоже это британский реестр британское право вот индивидуальная собственность которая уже зарегистрирована в в реестрах вот совладение мировой корпорации ну в общем то все 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 такие преимущества которые есть они здесь на слайде были рассмотрены вот ну и это у нас что касается презентации вот если у нас тут новички какие то есть вы можете вопросы написать вот по технологии но я думаю что все довольно понятно транспортная технология рабочая вот мешка осталось все довести до то есть закрыть те необходимые моменты вот со скоростной трассы и принципе проект уже готов к внедрению но и принципе уже вот нам уже на то ли очень низкий говорю что в этом году уже планируется ряд проектов вот которые в принципе уже фактически готовы подписанию то есть там пом 2 или 3 называл в этом году могут быть подписаны именно для начала как старт стартовые договора уже мы ждем вот но естественно это заказчики из региона того наш жаркого вот в котором сейчас принципе вся движухой происходит если допустим с 15 года по по 19 движуха больше было здесь у нас в минске вот в плане там всевозможные делегации и так далее то сейчас все это больше переместилась туда вот в шаржу в эмираты ну и в общем то даже взять все мероприятие которое ежегодно и наша традиционная экофест вот он также переносится получается у нас в эмираты вот мы сейчас все силы брошены с на подготовку к этому мероприятию ну и вот мы видим вот если посмотреть по новостям то ну вот на все принципе немного за эту неделю было но мы видим что каждый фактически вот июль до у нас была к эта встреча там свинницкий приезжали наши директора общались потом мы видим вот нас австралийское телевидение очередной репортаж делала видим что проводится там партнеры в африке очень поддерживают нашу технологию мы видим что журналист ронак котеча о транспорте skyway в шарже то есть ну вот идут идут такие как бы информационные информационные вещи в то есть пиар определенный вот но пиар причем это он идет пиар такой естественный то есть не проплаченный то есть когда люди просто интересные технологии вот и они начинают они рассказывать как бы нарабатывать рейтинг себе значит за счет этого то есть не как бы на нас уже начинает зарабатывать рейтинг на наши технологии вот ну и это вот журналистские дела в принципе мы все смотрели эти наши презентации на предыдущих наших встречах вот но сейчас затрону на две последние новости это global expo марафон вот выиграете путешествие в объединенные арабские эмираты ну здесь смотрю слайд если слайд да есть то есть в этом году у нас как я уже сказал экофеста в беларуси не будет но зато он будет немножко в другом формате он будет шаржа это будет 22 октября вот но так как шаржа не не марина горка не резиновая вот было принято решение провести определенный конкурс то есть попадут туда не все ну во первых определенный как бы это определенный фильтр будет то есть будет несколько видов у нас призовых мест будет бронзовые места серебряные золотые места вот ну и в зависимости от объемов которые были сделаны за год то есть вот 1 сентября 20 года по 1 сентября 21 года будет суммироваться привлеченные инвестиции там будет личные инвестиции учитываться вот ну и соответственно вот кто у нас больше всего получит покажет результат займет определенное место но будет он получит определенные бонусы то есть там и повышенный дисконт будет на в октябре открыт и будут экскурсии там в дубае и будут там же отель проплачен в дубае и там на билет будешь компенсация то есть там но очень много разных интересных моментов которые можно вот кабинете почитать то есть но фактически вот заняв к примеру место золотое золотое место получив ну тверд выиграть золотые места то есть там компенсируется там билет проживание потом экскурсия то есть фактически приезжаешь в шарджу как ну как турист только тебя возят поют кормят то есть как шейх приезжаешь туда вот поэтому она это очень интересное такое предложение вот поэтому посмотрите почитайте вот мы предлагаю всем включиться в процесс и ну по принять участие в данном соревновании вот но нам напомню черт 22 октября ты как раз таки и начало экспо 2020 но вот как раз таки и наша global expo наш наша встреча вот ну и второй момент вторая новость да но опять же также связано с выставкой вот это xp 2020 ну как будто я говорил что сейчас вся движуха там и все ресурсы направленными на подготовку и того мероприятия и вот этих выставочных комплексов ну и вот этот выставочный комплекс тоже очень интересен ну во первых такой как бы мини макет линейного города вот в масштабе 135 мы уже только кто кто наш постоянный слушатель знает что мы рассказывали про линейные города еще раньше вот и рассказывали про то что есть проект the line который шейхи местные хотят реализовать там то есть город линейный город длиной 180 километров вот и шириной два километра по сути такой маленький миниатюра вот того как как можно сделать тот город ну и команда на наша команда отнеслась к строительству этого макета ну прям со всей такой ответственностью и креативом и прям очень очень ну прям дотошно там вот дизайн прорабатывал там одна команда в металле это все уплощало и в дереве другая команда вот но и так вот для для примера просто тоже макет делался на протяжении года ну во первых там был перенос экспо на год позже чуть-чуть вот то есть было время подготовиться вот ну и то есть это во первых это система перемещения транспорта между двумя башенками то есть она все ездит там отдельно с контроллеры стоят которые управляют тут подсветка идет там разными цветами там ночное время в дневное время там так далее то есть это очень прям такой во первых технологичный получился проект а с другой стороны очень красивый такой ну то есть вот как в духе востока с красивыми линиями то есть ну прям вот очень красиво видим мы снизу деревянная основа которая изображает пустыню каждая ну это деревянная основа тоже это не цельнолитая она сделана из досочек вот мы видим что вот набор досочек вот так вот сложили рядышком получилось вот такая красивая как волна идет вот ну и тут вот в общем то все как говорится в деталях вот ну и камеру еще там на 3d принтере были изготовлены модели людей на каждом этаже у пошли в этих башенках находятся люди каждый в своем там кто-то сидит это стоит читает это лежит вот ну и там вот еще один момент 700 деревьев и кустарников вот и 700 деревьев их рассадили там между между башенками посадили где-то внутри интерьер сделали и причем эти 700 деревьев и кустарников сделаны из натурального мха вот и можжевельника то есть не просто нам пластмасса какие-нибудь а прямо натуральные такие материалы вот ну то есть отнеслись к данному макету прям со всей не знаю и вкусом и тщательностью то есть очень здорово делали ну и размеры если что касается размеров 12 метров в длину 12 метров но это такой довольно солидный два с половиной метра ширину вот и три метра высоту то есть вот люди могут подходить где-то можно будет так присесть вот как женщина на кадре отдохнуть посмотреть окунуться в эту атмосферу вот но я уверен что уверен что ну вот некоторые да не некоторые думаю что многие там и шейхи и кто там у нас и наш была еще делегация из россии приезжала вот и кстати говоря на этот экспо 2020 он мировой поэтому там я думаю что из россии будут из эмиратов будут и ну что всего мира из австралии там приедут то есть вот такие вот идеи линейных городов я думаю что многим очень понравится и опять же это будет наш очередной виток в развитии компании когда уже будем внедряться но не просто там маленькими кусочками каких-то адресных проектов а целыми вот такими линейными городами вот вот но это вот по новостям такой небольшой краткий обзор если есть кому-то что-то сказать и будняк приветствую тебя давно не видел вот так олег если на связи выходи если есть какие-то и мысли поговорить если кто-то хочет какой-то вопрос задать тоже принципе можно написать задать ну и пообщаемся ну вкратце на сегодня далек вижу заходишь я все хорошо слушаю внимательно отлично так что еще добавлять все хорошо ну понятненько ну так про интернет поговорили но в принципе все то есть у нас далек ну просто чтобы как говорится мне кажется будет очень интересно там побывать поэтому конечно надо я например очень настроен поехать и и конечно же я думаю что чем больше нас будет там тем больше будет скажем так в эмиратах тем больше будет хорошая такая вот зажигалка здесь поднять белорусов может еще я сегодня кстати встретил свою одноклассе одноклассницу с мединститута вот тоже немножко рассказал сначала на там сказал что ой это непонятно когда это будет все но когда показал вот большой проспект лишь который мы с тобой получили тогда помнишь ты мне подарил она посмотрела внимательно потом она тут вспомнила что оказывается на недавно это смотрела в передаче на чудо техники опять показывали про skyway там сравнивали там с другими сами поездами я кстати пропустил этот момент надо пересмотреть если будет возможность да да поэтому надо людям говорить я например сейчас вот активировался немножко так поактивнее стал со своими не только структуру общем-то стройную первую линию поэтому всем желаю тоже не спать а действовать чтобы встретиться потом таком же составе да ну да да хороший состав мероприятия в эмиратах кстати мэри сегодня мне написала что сейчас очень жарко в дубае но вот в октябре будет сама то ждет кости бархатный сезон да 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 ясно хорошо кто по поставьте плюсики кто едет дубай или хай как как там любит некоторые кто принял решение поехать так что у нас тут пока никто не а вот олег все вижу кто кто принял решение уже вижу так ну в общем читайте думайте вот будем рады всех видеть но в принципе у нас сегодня презентация обзорная и новостная принципе подошли к концу вот так что если вопросы есть пишите если вопросов нет ну будем тогда потихонечку закругляться ну в общем то всем далек и договорил а я хочу спросить а вот видео было уже видео пошло но звука не туда и так да ну я просто демонстрацию экрана сделала и она без звука но показывает понятно на будущее да уже потихонечку там продвигается техника надеюсь туда что у нас уже порадует что возможность мы сейчас не можем показывать видео то есть поэтому спасибо лишь спасибо все очень интересно и здорово спасибо спасибо ну в общем-то в вижу вопросов нет тогда будем закругляться вот еще раз всех благодарю за внимание вот рад всех видеть и новеньких и стареньких вот и давайте как-то сказать добьем проект доведем проект до логической точки его дожмем как говорится вот ну и дальше будем жить комфортных красивых новых домах городах вот и радоваться что жизнь прожита не зря все всех благодарю вот ну и спасибо и до новых встреч